19 том книги «Открытым оком», вопрос номер 3313. Тема «Община». «Как тогда Судникову нужно было писать курсовую, чтобы по ней видно было любому, что пишет это настоящий верующий христианин?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Зачем он в эту клоаку вообще залез? Разве это место, этот факультет для иеромонаха, каким он себя считал, когда туда поступал? Он же заранее знал, что там вся антирелигиозная теологическая мерзость собрана со всего мира. Если уж жестко была поставлена задача определять тоталитарность, то ведь не по нашей же общине, где он пил, ел и тут же на столе начал троеточие. Но он же и поныне считает себя верующим христианином. Да разве христианин может давать безбожникам характеристику на своих бывших собратьев, которые ни в чем перед ним не провинились, всех выставляя глупцами и болвашками? Беда в том, что он как бы и не понимает всей гнусности своего подлого поступка. Просто по-человечески порядочный человек разве может так поступать? Но здесь вижу злобу личного порядка. Если бы не злоба, копившаяся, быть может, несколько лет и прорвавшаяся таким гнойником, то можно было и из принудительной курсовой выжать несмертельный плутоний плутовства. Когда-то мне пришлось услышать от баптистов в советское время, как у них одна девочка лет 12, учившаяся всегда на отлично, вдруг подряд схватила две единицы. Учительница пришла к родителям, и девочке устроили экзамен на дому. Почему она не стала рассказывать стихотворение про Ленина, которого называют в стихотворении «Светом» лампочкой лича? На вопрос, выучила ли стихотворение, девочка ответила утвердительно и тут же рассказала при матери его. Оказывается, у девочки Веры была Вера, которая не позволила пойти на компромисс с совестью и ради отметки выдать свою курсовую, как бы соглашаясь с исаковским поэтом. Мать предложила свой компромисс. Пусть Верочка расскажет сначала положенное по программе стихотворение, а потом объяснит, почему она не согласна с этим стихотворением. Она ответила, что светом является Христос, который спас ее. Судников мог бы дорасти до уровня этой четвероклассницы, учась на третьем курсе пустяшного и ненужного сегодня никому факультета. А ведь корпел над своим доносом почти полгода и ни разу не позвонил никому, не переспросил, а в скобках приписывал, не ручаюсь за точность, но смысл передаю точно. Точно так писали филеры и соглядотая топтуны, подслушанная под окнами своим хозяевам и виденная через плохо прикрытую шторку и в замочную скважину. Обращение души ко Христу всегда есть плод Духа Святого. Чтобы признать Христа Спасителем, самому невозможно прорвать сатанинскую оборону лжедоводов против Христа. Первое послание к Алимфинам, 12 глава, 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Судников же в самом начале называет свою работу «неблагодарной» и что ее назовут «недуховной», то есть знал же, что идет на противоправное в духовном плане действие. Не имея в себе ни опыта, ни духовного рождения, он постигнул на чудовищный шаг богохульства, что никто в целой общине не обратился к Богу через труд Духа Святого, а просто тут такой тип есть, который умеет манипулировать и пудрить мозги простодушным дуракам, бояться, скрипят, но уж деваться некуда слушается. Ну и сегодня Судникову есть выход – выйти и покаяться, приняв это обличение. Первое послание к Алимфинам, 14 глава, 25 стих. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет «Истина с вами Бог». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». А Судников, возомнив себя умницей в среде верующих, начал судить и кроить по безбожным, дьявольско-человеческим меркам, труд Духа Святого. Послание к Колосинам, 2 глава, 18 стих. «Вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». Выходит, он из Священного Писания христиан Библию не знает, как должно. Не нужна единая мудрость, которая от Бога. Первое послание к Колинфянам, 2 глава, 13 стих. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». «Знай, мой друг, вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть мгновенный, изливать, покуда не спеши». «Может, друг твой сам поторопился и тебя обидел невзначай. Провинился друг и повинился, ты ему греха не поминай. Люди, мы стареем и ветшаем, и с течением наших лет и дней легче мы своих друзей теряем, обретаем их куда трудней. «Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять, не вини его, вини дорогу и коня не торопись менять. Люди, я прошу вас, ради Бога, не стесняйтесь доброты своей. На земле друзей не так уж много, опасайтесь потерять друзей. Я иных придерживался правил, в слабости усматривая зло. Скольких в жизни я друзей оставил, сколько от меня друзей ушло. После было всякого немало, и бывало на путях крутых, как я каялся, как не хватало мне друзей потерянных моих. И теперь я всех вас видеть жажду, некогда любившие меня мною, не прощенные однажды или не простившие меня». Гамзатов Переложение Гребнева